Что вы думаете про Навального? О, это политика, я не вмешиваюсь в это, но этот человек мне не нравится. Ничего не думаю, я в политику не углубляюсь, но вся эта шумиха в новостях очень надоела уже. Я ничего не думаю, я в это вообще совершенно не вникаю, поэтому, ну если так, когда говорят, я как бы слушаю, но его большинство поддерживают. Ничего не могу сказать, не интересуюсь в принципе. Ну я согласен, что его посадили. Все особо так, ничего не могу выразить. Ну то есть вы про него в общем не думаете, но что его посадили, это хорошо? Это его дело, да. В принципе новости смотрю, говорят, что правильно посадили. Все, я в принципе солидарен. Ну был какой-то, по-моему, бред, когда эти митинги проходили. Я просто уехал в Березнике, там никаких не было митингов, спокойно все было. А здесь я посмотрел потом на ТикТоке. Галлоны такие шли, потом кричали, что за Навального. Я как-то никак к нему не отношусь, у меня без разницы на него. Я не думаю про него. Я слышала про него новости, то есть одни хорошо отзываются, другие не очень хорошо. Я нейтрально ничего об этом не думаю. Я знаком, но сейчас толком не скажу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, правильно ли что его посадили? Нет. Аргументируете? Не смогу. А считаете ли вы, что он иностранный агент? Да. А почему? Папа сказал. Ну, Навальный же сейчас не на свободе, поэтому пока мысли скорее плохие. Ну, о нем хорошие, а об отношении к нему плохие. Я ничего плохого о нем не думаю, хотя многие говорят, что он какой-то шпион. Я поддерживаю позицию, я думаю, что в России она должна быть. То есть, вот по поводу шпиона, вы сами как думаете, это правда или нет? Все возможно, но мы ведь не можем знать, что у них там. Даже если он шпион, вы его поддерживаете? Или я неправильно вас понимаю? Я поддерживаю тот факт, что у нас есть оппозиция, что она хотя бы борется. Я много чего думаю. Не знаю, могу ли я это озвучивать слух в связи с последними всеми событиями. Вас что-то беспокоит? Вы чего-то боитесь? Я не знаю. У меня есть ребенок, и я не знаю, в какой стране будет она жить, что в дальнейшем нас всех ждет. У меня большие опасения вообще за нашу страну. Но надеюсь, что все-таки как-то правда она будет впереди и как-то полегче будет и справедливо больше. Про Навального? Ну, хоть какая-то позиция, это всегда полезно для общей картины, так сказать. Да, пусть я не согласен лично по Крыму и так далее. Но в целом, я думаю, что он рассчитывал, что его поддержат и что не дадут, чтобы он в тюрьме там сидел. Я, конечно, не читал его уголовное дело, не знаю там детали, насколько это обосновано. Но мне кажется, что он больше сидит все-таки из-за своих политических взглядов, а не то, что формально по уголовным делам. Ну, а так, ну, мне кажется, да, он немножко, ну, не рассчитал. Он надеялся на поддержку там. Меркин-то к нему приходил в больницу, конечно, но она-то на свободе и будет на свободе. Вот, а он сидит, может быть, надолго. Считаете ли вы правильным, что его посадили? Неправильно, не считаю правильным. Все-таки надо было как-то по-другому к этому отнестись. Даже та же ситуация с самолетом. Ну, очень все подозрительно и странно. Ну, считаю, нет, потому что весом доказательств нет и сделали это незаконно. Как бы люди сейчас не кричали, что, типа, давайте пропустим Навального к власти. Уголовника к власти в нашей стране не пропустят. Это вот все, что я могу сказать. Я думаю, что он заслужил этого, конечно, но все-таки насчет оппозиции я согласна. Она обязана быть. И то, что наша власть ее так пресекает, это, конечно, неправильно. Ну, оппозицию, в принципе, у каждого есть право высказать свое мнение, и у каждого свои разные политические взгляды. Так что думаю, что, скорее всего, неправильно. Я думаю, что нет. Он имеет право говорить и выражать свои мысли. А его просто так посидели. Вы бы его отпустили, если бы у вас была такая, такие полномочия? Гляда. И считаете ли вы его иностранным шпионом? Еще такой вопрос. Нет, не считаю его иностранным шпионом вообще ни в коем случае. Нет, я такого не считаю. Ну, в принципе, все возможно. Скорее, это неправда все-таки, что он наш, не шпион. Ну, я считаю, что он все-таки защищает интересы граждан России, а не представляет какие-то интересы зарубежные. Нет, ну это просто смешно. Хотя, конечно, надо помнить, что всеми странами управляют спецслужбы, в общем-то. И хотя большинство американцев, демократы и все, но они решают. И те циничные силы, которые реально имеют власть, они используют все цинично. Им наплевать на все, демократию, на все, в любой стране. То есть, это имитация демократии во всех странах сейчас имеет место. И она будет нарастать по мере замены людей на роботов и киборгов. Если сейчас даже не считаются, то в будущем, я думаю, вообще считаться не будут совершенно. И встанет вопрос, куда девать 8 миллиардов человек, которые совсем ни на что не годны и заменены киборгами уже полностью. Ну, компьютерные программисты, они, наверное, будут заменены последними. Это те, кто, так сказать, погибнут. Это единственное преимущество у них. Вот сейчас вся молодежь кинулась на программистов. Но они чувствуют, кстати, у молодежи видно, что они осознают эту судьбу человечества, видят ее наглядно, не высказывают вслух. Но это их депрессирует. И видно, что жаль современному поколению. Они уже понимают, что годам к 40 непонятно, чем они будут заниматься. Может быть, там в 50-м году, допустим, да, там в 40-м. В общем-то, осталось где-то 10 лет демократии по всей планете. А дальше, видимо, считаться не будут совсем. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо большое. Спасибо.